Добрый вечер, с вами Лора Артенгева. И на всякий случай, пожалуйста, как слышим о себе, но я уже хотела, чтобы у нас всё продолжалось. И добро пожаловать на Землю, добро пожаловать на наш семинар. Я очень рада приветствовать всех, кто сегодня нашёл время. Несмотря на свою большую занятность, я очень рада, что вы сегодня со мной. Итак, сегодня у нас 7 июля, интерактив, как обычно, и, наверное, даже ещё больше интерактив, потому что мне очень хочется дать вам ещё больше информации. И сейчас мне очень интересно, если у нас сегодня те люди, которые вообще слушают нас в первый раз. на представление себя. Если сегодня у нас присутствующие те, которые вообще первый раз на нашей встрече, пожалуйста, мне дайте знак. Если нет, то будем двигаться. Да, и я думаю, что практически все, мне так кажется, слышали, читали анонсы нашей встречи. И как бы вот такие фразы, они не просто так меня тронули, мне очень хотелось, чтобы вы их услышали, и мы сегодня об этом говорили. Что наступило сегодня время, когда практически в шоколаде не осталось шоколада, в колбасе не осталось мяса, и остаётся такой вопрос, может быть, страх. Остались ли люди в людях, да? И мы сегодня с вами будем говорить и о питании, и о балансе, и, конечно же, о самых главных понятиях, законах мироздания. Без них, я думаю, знаете, это как библейские законы. Мы просто-напросто не можем вообще просто разглагурсовать. Наверное, одним из главных таких и серьёзных понятий, которые я всегда пытаюсь продвигать в наших тренингах, это понятие понимать и делать. И оно зачастую очень сильно отличается от того, что люди знают, и то, что люди делают. Но, наверное, всё-таки сначала нужно знать, а потом делать. Итак, мы сегодня с вами коснёмся серьёзных моментов, как, по какому принципу сегодня идёт и уже пошло наше человечество развитие. Что происходит с нами? И есть некоторые вещи, которые на нас влияют. И в основном, в основном, наша жизнь зависит напрямую от нас самих. И всё, что мы делаем, всё обязательно отражается на нас, на нашем внутреннем состоянии, на нашем отношении к миру. И всё обязательно, всё сказывается, как мы относимся к миру. Итак, мы с вами очень сильно захотели быть богатыми и успешными. И всё, что нам давала природа бесплатно, мы начали очень сильно это всё потреблять, забирать, ничего в ответ не давая. Конечно, мы такие продвинутые, грамотные, мы захотели правильно питаться и кушать, самое лучшее при всём при этом, ничего не отдавая взамен нашей природе. Конечно, мы захотели быть богатыми. И всё, что давала нам природа и даёт и сейчас, мы очень мощно потребляем, нарушая очень сильный баланс, который есть в соотношении почвы. Ну и наше безглаварное отношение к природе, особенно та, что нас ласкает, даёт нам самое приятное ощущение телесное, мы её не благодарим, а наоборот нарушаем всё, что, скажем так, она даёт. И, соответственно, получаем замет и ещё и хотим питаться природой. И этот слайд я не просто так поставила, потому что он меня тронул, и мне очень хотелось, чтобы я до вас достучала, что уже сегодня и сейчас совершенно свежее исследование показывает о том, что в рыбах, которые выловлены сейчас, очень много рыбы нетертифицированной, она содержит в себе очень много токсических веществ, и особенно эти вещества идут от того пластика, которым мы затворяем с вами среду. Вы знаете, очень обидно, да, буду называть нас с вами, что мы так с вами относимся к природе, и уже, скажем так, эти плоды, плоды нашего отношения к ней мы получаем. Мы очень мощно и сильно с вами потребляем мясо на планете, и есть эти цифры, это статистика. Мы очень-очень сильно загрязняем, и сейчас не просто так, если кто-то смотрит телевидение, несмотря на то, что у меня нет телевизора, я всё-таки один плюс один любимый канал смотрю, и вот последняя такая свежая трагедия, связанная как раз с мусором, они всех тронули, и я не смогла об этом не сказать, потому что уже сегодня, уже сейчас это серьёзная проблема. И я призываю всех задуматься об этом, потому что это не может не трогать, мои дорогие. Это обязательно трогает нас, потому что мы с вами на этой планете живём, питаемся, и, соответственно, мы уже питаемся с вами мусором. И, естественно, уже это внутренняя среда нашего организма. Вот, казалось бы, многие частюли, прямые люди думают, что никого это не касается, у меня всё в порядке, у меня своё огород и так далее. Мои дорогие, касается. И я сегодня хочу, исходя из таких вот бытовых примеров, перейти к серьёзным вещам, которые называются вибрации. Вибрации. Вибрации высоких людей – это положительные эмоции. Вибрации всего положительного, чего создаёт человечество – это высокие вибрации. И что мы с вами создаём, то мы и с вами употребляем. И, соответственно, получается, чем мы питаемся, к чему мы пришли, почему у нас такое сегодня отношение к миру, и мы с вами надеемся и хотим, чтобы к нам относились хорошо. Хорошо. Безусловно, всё начинается с себя, с того места. Мне очень нравится, как Ключко, вот мэр Киева, отвечает очень часто, когда ему задают вопрос, ну почему у нас приятно в подъездах? Ключко отвечает, ну я не старю в ваших подъездах. Мои дорогие, любимые слушатели, я очень хочу, чтобы мы с вами это чётко понимали. Я никого не обвиняю сегодня, я только хочу, чтобы мы с вами мирно и правильно относились к всему, что касается, где мы живём, нас с вами. Не быть равнодушными – это тоже очень важно. И я вам хочу сказать, ни у кого не упадёт в стороне, если мы с вами уберём после детей, которые в силу каких-то моментов не воспитаны, не понимают, и даже уберём за теми людьми, которые нарушают экологию, где вы видите. Современные темпы жизни выработали то, что мы с вами стали… Нет звука. Да, пожалуйста, перезайдите. Ещё раз, вдруг ещё у кого-то нет звука, то, пожалуйста, дайте мне знать, потому что бывают перебои, чтобы все… Есть, это хорошо, чтобы нас никто не пропал, потому что темпы, темпы, темпы. Итак, к чему я веду? Что соответственный стиль жизни нас с вами приучил к тому, что мы с вами и специфически питаемся. Это на ходу, это быстро, это нам кажется вкусно, да? И соответственно, соответственно, то, как мы питаемся, мы видим, что происходит с нами. Да, на косметическом уровне это первое, что происходит, но ещё существует такой другой момент, что же мы с вами растим, что сейчас происходит с теми детками, которые родились и рождаются. Вы знаете, огромное количество аномалий, которые сегодня у нас происходят, но даже не аномалий, проблема с битородностью сейчас уже является серьёзной проблемой. И есть очень печальная статистика, у нас не та немножко тема, но я хочу сказать, что очень стремительно растут показатели не в хорошую сторону битородности и аномалий, и проблемы зачатия. И, мои дорогие, это как раз всё зависит от того, с чего я начинала нашу встречу, от нашего отношения к миру, как мы с вами каждый день живём, а мы каждый день с вами где-то находимся, где-то ходим, что-то производим, чем-то дышим и соответственным образом, соответственным образом... Так, я извиняюсь немножечко, мы перескочили немножечко, перескочили. Да, вот на этом слайдике я хотела остановиться, что сегодняшнее поколение детей, оно, конечно же, очень отличается от моего, скажем, поколения. И я буквально в двух словах хочу, чтобы мы с вами вспомнили то время, которое называлось Советским Союзом. И не будем хаять, что всё было плохо, а были моменты, которые были, на мой взгляд, очень положительными и хорошими. Это и пропаганда здорового образа жизни, и, соответственно, государство брало ответственность за, скажем так, людей, за медицинское обследование, контроль. Но я сейчас возвращаюсь к нам с вами о том, что в то время давались, давались, да, и рыбий жир был в детских садиках, всё это было. Давались понятия, те, которые очень хорошие, и мне очень хочется сейчас просто настоятельно разбудить всех вас, потому что я вырос во время, когда была проблема загнать в прямом смысле детей домой. Дети гуляли, я помню этих родителей, которые из окон кричали домой, там, Вася, Петя, Галя и так далее. То сейчас существует проблема, и я её вот наблюдала в том году, когда вместе с нами отдыхали 12 детей на Туре, у нас была одна проблема выгнать детей на улицу, в Карпатах, красота и солнце, и мы просто вот у нас, только мы чем-то заняты, взрослые, дети все за планшеты, мы опять, родители, побежали, да идите в конце концов гулять на улице. Я о чём хочу сейчас сказать, что активный образ жизни, и те игры, та культура, которая была в тот период, она была очень правильная, и активность, это именно вот эта детская, даже немножко, ну, мы её можем сейчас сказать гиперактивность, хотя это легко всё пронаблюдать, не такие уж гиперактивные, я считаю, что нормальные были дети, которые любили играть в подвижные игры. Я хочу, чтобы мы об этом серьёзно задумались, как сегодня проводим время мы с вами, с нашими детьми, с нашими внуками, и с нами в том числе. Конечно же, всё поменялось. Конечно же, мы с вами развиваемся. Конечно же, всё меняется, и это нормально. Но моменты изменения, изменения, те, которые начали влиять на нас, они начались очень давно, и начались они во времена ещё Сталинские, когда хотелось накормить всю страну, и вот тогда действительно я подняла документы, было такое развитие сельского хозяйства, где начали применять, сочетать различные градиенты, те, которые вот мы сейчас называем скрещивание таких выносливых пауков, которые засыки не боятся различными растениями, и эта эра привела к тому, что у нас вот возникла такая серьёзная проблема ГМО, о которой мы сегодня поговорим, но не настолько глубоко, но для того, чтобы понятие здоровья, понятие, к чему мы двигаемся, от чего нам с вами нужно бежать, мы обязательно разобрались. Следующее, что у нас пошло, это как раз то время советское, когда всё начиналось, это проблема вкусняшек, и она как раз коснулась белого хлеба, такие у нас шли технологии, оббеливание, шлифовка, и между нами говоря, это как раз был тот путь, когда мы погнали за вкусовыми качествами, и, к сожалению, к сожалению, вот это очень сильное, скажем так, отклонение от здорового питания, когда мы убрали самое полезное, что было в семенах, и вот мука белая, ошлифованная, это как раз мука, которая несёт самый большой вред, потому что вся выпечка, весь хлеб, который практически все люди едят каждый день, является одним из серьёзных моментов, которые очень плохо устраиваются организмом, ну и, скажем так, вредит, если мы с вами ещё и начинаем переедать. И что получается? Вроде бы как хотели лучше, хотели лучше, и уже начали заходить небольшой цепит, и получается, что вот исходя из этого, что мы с вами развивали, отсюда убирали питательные вещества, здесь хотели больше получить урожая, что содержание витаминов, минералов, продуктов, которые стали расти на почве уже не имеющей того истинного природного потенциала, привело к тому, что человеку нужно, пришлось больше кушать. И вот на сегодняшний день получается, что человеку нужно для того, чтобы пополнить свои жизненные ресурсы, ресурсы в течение дня нужно кушать 50 грамм еды, ой, 50 килограмм еды. То есть мы с вами сейчас разбираемся в том, что мы с вами сами изобрели кучу себе проблем, вот тот же сахар, с появлением сахара, это доказано, что на 30% болезней на планете появилось больше. Плюс к тому же потом мы пошли развиваться, куда добавлять сахар, как он придает вкусовые свойства, куда добавляется, плюс к тому же является еще таким природным консервантом. И получается, что мы опять же хотели себе вкусненького, полезненького, а получилось, что вредность от сахара мы получили колоссальную. И, соответственно, везде, где мы добавляли сахар, получились у нас такие скрытые моменты, что мы даже не видим, не догадываемся, где он есть. Мы с вами нормы, которые считаются для организма не опасными и не вредными, мы их увеличили в десятки раз. А там, где есть небаланс, там, где есть дисбаланс, то уже начинаются проблемы. Плюс к тому же к этому, естественно, прикрепилась пищевая промышленность, которая держится на бизнесе. Бизнес – это то, что приносит что? Финансы. И уже никого не интересует, дает ли это благо или не дает. То, что приносит деньги, стало приоритетным у Хью и до сих пор. Ну вот, если, скажем так, мы делали совершенно недавно исследование всей молочной продукции в Украине, которая есть, я вам хочу сказать, всего лишь 2% нормального молока мы нашли в наших магазинах, в наших супермаркетах. Да, все кулки заваленные, молока очень много, но качественного того, что нужно именно человеку, это соотношение белков, жиров и, естественно, кальция, потому что молоко считается главным показателем, что дает молоко. Это продукты, которые нам дают кальций. То, оказывается, совсем молоко уже не то, которое должно быть. Ну и скажем о таких вещах, что изобилие еды, вот сейчас наступил тот период, когда есть практически все. И человек задумывается сейчас, как сэкономить, чтобы себе купить какие-то продукты. Промышленность наша бизнесовая, пищевая, тоже об этом думает. И вкладывают в продукты то, чтобы наш потребительский кошелечек все-таки мог позволить себе что-то купить. Это удешевление продукта за счет добавки каких-то специальных веществ, но чтобы не росла цена, нужно, чтобы продукт был не натуральным, а синтетическим. То есть от натурального остается 10-15%, добавляются разные вещества, о которых мы с вами поговорим, что, естественно, приводит к тому, что мы с вами едим совершенно неживую пищу. И я вам хочу сказать, что эта статистика очень серьезная, что там, где беднее страна, там, где нет возможности питаться правильно, наступают проблемы, связанные с лишним весом. Это уже доказано и есть. Чем беднее, чем у людей больше денег идет на питание, тем эта проблема остается лишнего веса, соответственно, и здоровья. И каждый человек сегодня считает прежде всего, первое, что и сколько он может позволить себе на питание. И я вам хочу сказать, что сегодня правильно питаться, это не показатель дорого или дешево, а показатель правильности питания сегодня – это знание. И я хочу вас сегодня убедить, что это на сегодняшний день самое главное, потому что очень стремительно просто по возрастающей за 10 лет у нас уровень жизни падает в связи с тем, что экономическое положение у нас есть, такое есть, и мы его не будем обсуждать. Соответственно, мы с вами питаемся на тот денежный кошек, который у нас есть, но продукты уже не того качества. И это, безусловно, влияет на наше с вами здоровье, на продолжительность жизни, все взаимосвязано. И я вам хочу сказать, вот статистика Украины, она очень печальная, к сожалению. Она есть. И это самое, скажем так, свежее данное, что происходит у нас с вами со здоровьем. И если мы с вами сегодня должны задуматься, задуматься, от еды мы тебе получили вред, да, то, естественно, знаете, как вот это вот понятие, еда может быть лекарством, еда может быть у нас что, ядом, и еда может нам помогать выйти из этих проблем, которые мы с вами втянуты. Но первое, что я вижу, втянуты из-за своего невежества, из-за своего незнания. Ну и, может быть, мое поколение советского периода, это, ну, какой-то верой. Я, потому что, ну, я верила этикеткам, я верила тому, что продается, но, оказывается, сегодня в это верить нельзя. Но мы о грустном не будем. Как нам из этого выкарабкаться? Я хочу сказать, что наука не стоит, не стоит. И хорошая вибрация хороших людей, которые все-таки есть на планете и думают о нас, говорят о том, что пытаться нужно правильно и знать, что нам сегодня подходит, как это приготовить. Ну и, наверное, на первом месте, вот как бы вот как из того выйти, то есть ситуация, на которую мы не можем повлиять. А мы с вами не можем повлиять в основном на стрессовость. То, что может завтра случиться независимо от нас. Там, где мы не мусорим, там, где мы с вами находимся в эко-зоне. То есть та ситуация, которая вот не подвластна нам. То есть сегодня человек должен понимать, что главным моментом для того, чтобы с вами мы чувствовали себя хорошо и положительной вибрацией, как любит моя любимая подруга, говорит мне в одничье, мы можем с вами перепрессовать пространство. Безусловно, положительные эмоции мы можем поддержать наличием еды, которая содержит антиоксиданты. Это еда, которая помогает нам устоять от стрессовой и физиологичной, которую мы получаем от неправильной еды воздуха, физической активности и от психологической. И это главный момент, который сегодня мы с вами должны понимать. Антиоксиданты должны быть в нашем эмоционе преобладающими. Ну вот наступило такое время, наступила такая эра, когда сегодня не главное продукт, чтобы наполнить и накормить, как это было в период сталинский, не хватает еды, да, то сейчас самое главное наполнить наш организм антиоксидантом. Достаточно скушать сегодня стакан черники, чем, скажем так, кусок мяса. Сегодня главнее, если вы меня спросите. Но благо, что сегодня правильно развиваются правильные люди с правильными вибрациями, то антиоксиданты природного, натуральное, мы сможем, можем с вами понимать, уже сегодня должны все люди принимать во всем мире. И мы с вами, между нами говоря, очень сильно отстали от европейских стран. И я, за то, чтобы мы все-таки шли в Европу и видели, что давным-давно во всех продвинутых странах мира люди пьют амиду-3, как мощный антиоксидант. Во всем мире люди пьют витаминные комплексы, правильные комплексы, правильно пьют воду. То есть и одним из главных моментов жизни и антиоксидантом является правильный питьевой режим. Потому что вода – это окно жизни, мы о ней тоже сегодня поговорим. И если мы хотим жить со здоровым поколением, рожать здоровых людей, то вот как раз о детях, о детях мы должны с вами задуматься и воспитывать их правильно, уже давать правильную установку питательных веществ, что нужно и как кушать на современном уровне. А современный уровень говорит о том, что мы все с вами должны каждый день дополнительно в той еде, которая у нас есть, принимать. Вот ладошку взяли и две капсулы омеги выпили. Вы пили таблетку антиоксиданта. Какого? Вопрос, выбор. Это уже, скажем так, каждого человека. Если вы меня спросите, я отвечу. Ну и начинается все с того, что мы с вами задумаемся о том, все-таки как мы относимся к миру. И я вам хочу сказать, что вот первая вода, питьевой режим, он начинается с того, чтобы нам было комфортно и удобно. И правильно, и сегодняшний тренинг я хотела назвать, что жить экологично. Эко-жизнь – это там, где человек относится к миру экологично. И вот проблема пластика, проблема салопановых всех этих пакетов – это очень серьезная проблема. Я на каждом тренинге, я очень всех призываю, сильно-сильно призываю, давайте будем продвинутыми, давайте будем делать то, что еще кому-то неудобно, невыгодно, но это правильно. Отказываться от полиэтиленовых кульков в магазине. Я вам хочу сказать, да, конечно же, с авозечкой ходит. У меня просто сейчас идет борьба с продавцами, когда все, что я беру, все-все-все-все-все, 10 наименований, 10 наименований мне вкладывают в кулечки, я от них отказываюсь, и просто вот продавцы на картах, они прям нервничают, у нас правила, нам нельзя, а я не буду это брать. Ну и, наверное, следующим моментом, тот, который мы можем, вот согласитесь со мной, и я сегодня не буду перечислять, я надеюсь, что вы мне поверите, что уже очень много стран, серьезных и продвинутых, отказались от того, чтобы производить пластиковые кульки. Порошенко подписал приказ о том, чтобы не производить в Украине, вот посмотрите, что у нас уже на мусорках творится. Ну и следующий момент, мне очень хочется, чтобы мы с вами отказались, как тоже очень продвинутые страны, от пластиковых бутылок. Ну, я к этому призываю, знаете, еще, я надеюсь, что с нами есть молодежь, что сейчас практически, вот что модно, какой тренд, вот модно когда-то было курить, да, модно, и правда это было модно, достать сигарету, потом с такими длинными штуками и так далее. Модно было какой-то период у нас какие-то аксессуары. Вот модным трендом сегодня является здоровый образ жизни и с собой носить бутылочку, еще чтобы все видели, что ты ходишь, и действительно через каждые 20-30 часов ты подпиваешь воду. Ты выделяешься тем, что ты понимаешь, ты ведешь себя правильно. Потрясающая акция на очень, очень качественной бутылочке для питья сегодня есть. Это очень престижная ферма Кома, которая патентованно производит такие шикарные бутылочки, которые соответствуют всем требованиям. И что мне даже нравится, я использую сейчас бутылочку как шейкер для коктейля. И можно даже до 80 градусов вносить теплую жидкость. И это очень важно, потому что, ну вот, все с этой воды и неправильного пластика начинается токсичность. И я не просто так вам сегодня показала рыб, то те рыбы, которые питаются в водоемах и там, где есть пластик, делали анализ этого рыбьего мяса в ужасном состоянии. То рыбу уже кушать нельзя. Всего лишь они питаются в водоемах, где плавает мусор, пластик. То есть мы с вами и воду, которую даже наливаем в пластиковые бутылки, которые должны быть одноразованы, которые наносят большой вред экологии, очень-очень сильно нам не в тему вредят и здоровью, и экологии. Итак, мой сегодняшний первый призрак начинаем с того, что мы не просто правильно пьем воду, а правильно и удобно получится, когда это действительно удобно. Приобретаем и пропагандируем, и нас видно, что мы с вами в правильном здоровом тренде начинается все, конечно же, с таких мелочей, с бутылочек. Ну и вот сегодня мы с вами в правильном месте, потому что все начинается с того, что это знание. Вот первое знание, которое сегодня, благодаря тому, что у нас есть интернет, общение, вебинары, мы с вами обучаемся в таком виде вебинара. И это очень сейчас актуально и очень, скажем так, подходит нашему стилю жизни, что мы сможем с вами обучаться с любой точки. И даже, даже, я надеюсь, что сегодня будет запись, мы сможем это прослушать тогда, когда нам удобно, когда вы будете даже где-то бежать, ставите наушники и это прослушаете. Это супер. Конечно же, супер. Я хочу, чтобы понятие удобных вебинаров вам давало наполнение того, что то, что вам нужно, вы обязательно прочтете, услышите, узнаете и об этом расскажете. Следующий метод познания, познания и, скажем так, знаний, которые нам нужны, то, что я называю интерактивное обучение. Это практическое обучение, на которое мы приглашаем, очень сильно пропагандируем и, слава Богу, что вышел приказ Порошенко, опять же, я прям сегодня не знаю, как будто бы его заместитель, потому что он действительно есть приказ о продвижении здорового образа жизни, разрешения к применению занятий спорта на стадионах, везде, где есть места, если вот буквально вчера меня на стадион не пускали, он закрыт будет, то сегодня есть постановление Порошенко помогать, поощрять, продвигать здоровый образ жизни, то есть мы с вами активно обучаемся в таких мероприятиях, которые я называю туры, обучающие wellness, фитнес-туры и пропагандируем здоровый образ жизни через один самый мощный, самый сильный метод, практически то, что я называю интерактивный метод. Посетив такое обучение, человек, конечно же, меняется, остается так жить и так питаться. За три дня обучения налаживается сильно, очень водный обмен так, потому что все идет по команде, через каждые 20 минут по свисту люди пьют, что завтра уже без бутылочки водой человек не может жить, потому что что? Человек будет так привык, он будет чувствовать потребность, а потребность можно выработать, если правильно, правильную привычку, заменить ее, что неправильно. Я привожу статистику одного из ведущих пропагандистов здорового образа жизни Тига Стена, который входит в десятку очень знаменитых людей по вкладу, вложению в то, чтобы люди на планете больше жили. Четыре номинации на Нобелевскую премию и все рекомендации, которые есть у Тига Стена, я сегодня буду с вами обсуждать то, что я называю переплюсовать пространство. Есть негатив, а что сегодня есть альтернатива у тех людей, к которым стоит прислушаться. И к кому мы сегодня еще прислушаемся? К тем людям, которые создали питание, которое сегодня поможет нам с вами выйти из этой проблемы и решить ее правильно, грамотно и по-современному. Вы знаете, как сегодня мы с вами встретились в интернете, а так бы и не встретились, если бы не было такой возможности. Вот так сегодня же мы можем с вами выпить одну таблетку астахстантина, заменив целое ведро крупных овощей, которые нужны как антиоксиданты. Я сегодня буду говорить о тенденции правильного питания от самых известных диетологов мирового значения и с их современными рекомендациями, которые в тренде сегодняшнего времени. И очень хочу, чтобы то, что вы сегодня услышали, вам захотелось понять, вам захотелось узнать и применить то, что я говорила, называется знания и практические действия. К сожалению, очень часто у людей отличаются от жизненных понятий. Ну, чтобы вы не сказали, что я о японцах, о шведах, вы знаете, низкий поклон из снятия шляпы. Я, конечно же, отдаю нашему, украинскому, великому человеку, Амосову, который большую лепту внес пропаганду здорового образа жизни и сохранения жизни огромного количества людей, которым он непосредственно помогал в делах операции. Одной из крылатых фраз Амосова является то, что врачи вам не помогут, потому что врачи лечат болезни. А нам с вами, мои дорогие люди, нужно помогать себе самим за счет физической активности, о которой я тоже сегодня хочу и буду обязательно говорить, какую важную роль в жизни, в здоровье у нас является физическая активность. Ну и, конечно же, вот тенденция, какое питание сегодня является питанием нашего современного тысячелетия здоровым и к чему мы с вами можем и должны идти. И что сегодня говорят, умы человечества о не просто питании, о соотношении питьевого режима и балансе, который должен быть в организме человека, я о воде рассказывала. И самые простые методы, которые может применить человек к себе, как нестерилизовать вредность, мы сегодня тоже будем говорить, как сделать воду так, чтобы она была водой структурирована и входила в наш организм, в нашу клетку, так и должно быть. Потому что все воды густолизированные, считаются водой мертвой и, между нами говоря, иногда даже хуже гораздо, чем та вода, которая по минеральному составу гораздо хуже, которая есть в кране. потому что есть показатели вредности и полезности воды, и они зависят от, конечно же, лично от человека, и чем больше вода дат полезного, то и вода будет считаться для человека более, скажем так, правильной. Зачастую вода бутализированная дает меньше пользы, чем вода, которая из крана, чтобы вы знали. Итак, воду если добавлять, подкислять или подсаливать, то вода будет гораздо легче входить в наш организм и считается более правильной водой для питьевого режима. Эти рекомендации сегодня доступны всем, и я хочу, чтобы мы с вами их непосредственно что-то опробовали, каждый день подкисляли себе воду. Безусловно, люди с высокими вибрациями, которые занимаются наукой, однозначно сегодня бьют тревогу, и очень многие страны на уровне государства запрещают производить, выращивать продукты в ГМО. К сожалению, у нас такого нет, но я хочу, чтобы мы с вами были продвинутыми и знали, что сегодня уже доказуемый факт, что больше все-таки вредности в продуктах, в которых есть ВНО. Это опасно, и это уже очень серьезно, потому что уже поколение людей, которые выросли на таких продуктах, что показывают нам аномалии, очень серьезные аномалии, и это уже факт, доказательство вредности ГМО. Ну, наверное, вы скажете, ну а что же сегодня самое актуальное и полезное, чем я хочу сказать, возвращаемся к нашим баранам, к нашим истокам, что все органическое, уровень науки доказал влияние живой еды, и какая приоритетная, что для организма является нуклеем с нукле лекарством, и мы об этом должны с вами знать и понимать, и я, конечно же, назову и перечислю самые высокочастотные продукты, которые в прямом смысле лечат человека. Я подчеркиваю слово лечат, потому что если мы болезни с вами наели едой, то значит едой мы сможем с вами вылечиться, безусловно, и не нужно быть великим профессором, не нужно быть великим генетологом, чтобы отказаться от вредной клещи. И, пожалуйста, согласитесь со мной. Я очень хочу, чтобы вы не кликнули. Ну, конечно же, о целебных свойствах самой высокочастотной еды я не могу не сказать. Действительно, эта еда является самой полезной, и что несет проросшая еда, проросшие зерна, я вам хочу сказать, я вникла о том, что она дает в нашем организме, ну, сначала на уровне как бы, что происходит в организме, какие идут изменения, но я вам хочу сказать, далеко, далеко, далеко не, я не знаю, столько каких-то медикаментозных средств, которые могут оказать такое полезное воздействие, которое оказывает проросшая еда. Это на данный момент считается самая высоко активная еда вообще на планете. И я поназываю, покажу уже конкретно, что у нас на Украине доступно и что это дает. Ну, вот сейчас хочу дать такую подсказку, почему мы с вами много едим, потому что в еде очень много усилителей, ароматизаторов, это понятно, всегда об этом рассказываем, но есть еда, которая помогает насытить организм, и мы с вами должны иметь это знание и выбирать ту еду, чтобы мы с вами не объедались, а та, которая действительно наполняет нас и удовлетворяет наше чувство голода, дает нам насыщение. Ну и снова же вернусь к нашим баранам, что уже доказуемым фактором является каждодневный прием дополнительно, даже если мы с вами питаемся каждый день рыбой, сейчас мы тоже вернемся, все равно сегодня наступил тот период, а особенно в Украине, особенно летом, делаю цен, потому что очень во многих есть такой стереотип, что вот летом у нас много крупных овощей, много витаминов, нам ничего дополнительно принимать не нужно. Я вам хочу сказать, что как раз летом повышенная стрессовость и сейчас активная солнечная такая, что без дополнительного приема оказывается летом нам немножко опасней, чем зимой, потому что в принципе у нас сегодня зимой есть практически вся эта зелень, которую мы едим и сейчас, но немножко больше там сузненька появилась, вишня появилась, очень хорошо, но зато и риск наших природных изменений, солнечных, он гораздо сильнее, и усвоение витаминов, здесь некоторые моменты, которые не влияют ни зима, ни лето, а методы приготовления, которые, к сожалению, у нас всегда есть, ну что-то варим, готовим, жарим, там и так далее, они есть и зиму, и лето. Лидерами, лидерами, те, которые являются полезными для организма, есть перечень зелени, которую я представила, уже сегодня на сайте, для того, чтобы быть вам более-более мощно и по информации, я выложила и статьи, и описания, а сейчас буквально пару примеров, и в группе территория здорового образа жизни я выкладываю сегодня целый день статьи о самых-самых таких свежих рекомендациях, которые сегодня должны быть в нашем питании, что говорят умные науки. Ну, конечно же, сезон клубники начался, и значимость клубники нельзя уменьшить, а только увеличить, и вот как раз сегодня мы ее можем с вами позволить, да, и в Украине, слава Богу, это все есть. Единственным очень сильным таким моментом является где она выращена, на какой почве и чем она удобрялась. Я хочу вас настоятельно убедить в том, что все нужно проверять, обязательно проверять, обязательно, обязательно проверять, потому что вредность от той химии, которая брызгается и поливается, гораздо опаснее, особенно дети, у меня отравления встречались и у взрослых людей, очень серьезно, потому что ту химию, которую сейчас добавляют, это просто, ну, очень опасно, поэтому лучше не съесть, между нами говоря, если вы не знаете, где она, откуда, и чем она политая, чем съесть, какую загадок. Ну, и сейчас наука не стоит на месте, и я вам сегодня делаю потрясающие презенты, и вы уже на моей страничке сможете увидеть классную программу, которую можно поставить в телефон, где вы сможете считывать все вредные градиенты по программе, и представив ее к любому продукту, которая есть, определить все вредные, о которых мы сейчас немножко глубже поговорим. Очень сильная проблема у нас в стране, жиров, во всех сладостях, это самое опасное и самое вредное, что есть, и пальмовая масса, которая вызывает, все очень вкусно, из долгого хранения все мета и не портится, мы с вами должны это определить, и от этого хотите, не хотите, мои дорогие, отказаться. Я поднял то время, когда я сама себе пекла печенье, и ничего страшного с нами не случалось, но в этом печенье ничего, кроме того, что я туда вложила, в этих градиентах, мука, яйцо, молоко, ничего вредного нет, и то, что сейчас продается в какой антисанитарных условиях и какого ужасного качества, приносит нам очень-очень сильный вред. Те болезни, понижение иммунитета, которое есть сегодня у наших детей, у нашего поколения, селятся на нас напрямую с тем, что вся еда напичкана очень вредными градиентами, о которых мы поговорим сегодня. От этого можно отойти и не просто как китайцы очень много применяют специи. Мало того, что специи очень высокая частота вибраций положительных для физиологичного работы клеток, плюс очень хорошо помогают убить, скажем так, всю гадость и чистоту, которая есть. И принятие специи это, скажем так, подходит в нашем питании. Ну и безусловно я подчеркиваю, что сейчас быть в тренде здорового образа жизни, ну просто, наверное, плохим тоном является то, что убедите меня, уже сегодня продвинутся человек в питании, да, конечно, я знаю, я это применяю, осталось только выбрать, какого производителя, какого качества человек применяет омегу, потому что если омега не чистая и с примеси тяжелых металлов, вред очень-очень серьезный, особенно детям, потому что это влияет на функциональную развитие, это влияет безусловно на иммунитет, если есть тяжелые металлы. Ну и самое обидное, что у нас очень много бухтушек и подделок, чистый глицерин за 30 гривен, мне вчера буквально приносили, что это вообще не омега, а какой-то рыбий жир с глицерином, омеги там, вообще, скажем так, если есть следы, потому что даже не указано, сколько едет объект. В общем, просто количество взрослого. Дальше о качестве еды я хочу, чтобы мы немножко глубже посмотрели, на те же, скажем так, безвредные яйца, я вам хочу сказать, что и фрукты, и овощи, которые подпорщены, подгнившие, плохого качества, человек получает очень много вредного, потому что разношение плохая флора, это низкие вибрации, это нет здоровья, это болезнь, если больное яйцо, то мы получаем больную еду, то есть проверять качество даже того же лица, нам с вами оказывается нужна знать и питать только свежей еды, только качественную, знаете, какие-то анекдоты, яблоки, которые хозяин устался, и вот одно подпорченное съел его, пустился на следующий день, еще одно подпорченное съел, и так получается он съел целый ящик гнилых яблок. Я веду к тому, что мы с вами мало того, что будем стремиться к качественной еде, не переспевшей, не перегнившей, но и безусловно вот еда, созданная за последние 15 лет, которая представлена здесь, это оружие массового истребления населения, вот, которое нужно исключить, не покупать, не везть, если мы хотим не болеть, если мы хотим долго жить, то эту еду нужно даже запрещать производить. Я вам хочу сказать, очень много стран, продвинутых стран, где государство беспокоится за здоровье своих людей, ни один этот продукт, который представлен с добавками, с кинами, не допускается к тому, чтобы он продавался в этой стране. Пока у нас этого нет, давайте мы сами будем продвинутым и знать, что нельзя кушать. Очень много у нас, самый большой процент созданных вот таких вот подделок масла, которые очень плохо для нашего организма, но просто очень невыносимо вредно, которые добавляются практически, не знаю, во все кондитерские изделия, где нарушаются все требования безопасности, в плане даже хранения, нужно, чтобы это хранилось в пальве, плюс к тому же во многие даже сметаны, сгущенное молоко, такие продукты, где мы даже не подозреваем, вот такие вот искусственно созданные кальцификаты и сливочного масла практически занимают 40% производства в нашей стране, и это очень опасная еда, которая не растворяется и не выводится нашим организмом, и безусловно остается мышкой этой гадости начинаем болеть. Ну, один из таких красивых моментов, но сегодня мне захотелось немножко об этом рассказать, и знаете почему? Потому что я вижу очень многие успешные люди в моем во всяком кругу я это видела, у меня есть деньги для того, чтобы купить себе дорогую колбасу и позволить себе вот такую еду. Ну, вот я конкретно привела пример с солями, да, и вот как раз хочу вам рассказать, что едят люди, которые считают, что у них есть деньги, и они покупают, как им казалось, чем дороже, тем это может быть. Все хорошо, да, и я как раз об этом хочу немножечко вам рассказать о тех солями, которые у нас продаются даже по приличной цене. Итак, нужно обязательно посмотреть на состав, сколько же там, что человек хочет кушать, есть ли там белок и сколько там жира. Ну, я вам хочу сказать, что в такую вот солями входит совсем немного свинины, свяное сало, соль, порошковое молоко, дальше специи, стабилизаторы Е450, дальше Е31, усилители куша, консерванты Е250, Е252, красители, декстрин, который растворяет вот такой порошок и получается крахмал. Также применяется он для изготовления клея. Дальше что еще применяется? Для приготовления вот таких солям применяются в легкой промышленности вот такие вот декстрины, даже в легкой промышленности для изготовления красок и да, хлопок красят. Ну и пожалуйста, в колбасу то же самое добавляется. Дальше применяется как это называется? Степлянное волокно, да, как разрыхлитель. В легкой промышленности декстрин с высокой растворимостью в воде применяется для наполнения и для того, чтобы не было комочков. Дальше содержание содержится дальше вот этот декстрин в диспетах, в кодированных напитках. Ну, скажем так, какой вред, да? Ну, о вреде здесь, скажем так, очень серьезно, потому что американцы первое доказали, что это первое, что вызывает рак и во всех сосисках, колбасах в этих продуктах, где вставляется декстрин, естественно, больше получается объем, нету комочка, все красивый цвет получается. Дальше используются фосфаты, которые могут привести к очень серьезному балансу в организме. Это, наверное, одно из самых вредных, что есть в колбасах, потому что нарушение кальциевого обмена происходит как раз из-за того, что используются фосфаты. Естественно, ухудшается усвоение кальция, особенно вот те люди, которые любят вот такие соляные. Нужно очень-очень-очень осторожно смотреть на состав, чтобы не было фосфатов. Это очень вредные градиенты. Дальше Е331, это такое лимонная соль, которая применяется, ну, скажем так, это не настолько вредно, но тоже помогает держать вес и объем, да. Дальше цитрат натрия Е331. Применяется как регулятор, очень сильно улучшает вкус и то, что вызывает в организме привыкаемость. Человеку хочется такой еды. И я почему сделала акцент на вот сегодня вот таких вредных добавках, чтобы вы их запомнили, когда я сделала вот такую проверку по нашим продуктам, я была сражена, что я нашла всего лишь 2% вообще продуктов, где нет вот этого опасного, вредного Е536. Поэтому я и сегодня вам презентую программу, о которой я скажу, чтобы вы ее поставили в телефон и подставляется ваша программа к кодам, которые представлены на еде, и вам программа выдает, что в ней хорошего, что в ней плохого. Вот сейчас мы будем современными, такими правильными, активными и сможем с вами разбирать. Ну, конечно, одним из лидеров по вредности являются, конечно же, все абсолютно консервы рыбные и шпроты. Давным-давно я еще, наверное, на первых презентациях рассказывала, где диетологи российские первые исследовали в институте питания и показали, что один из самых вредных продуктов это шпроты. Ну, а сейчас не могу не сказать и не рассказать, потому что как мне нравятся наши мамочки, я в том числе очень часто велась, я покупала кукурузные палочки своему внучатому взглянив, потому что там была игрушка. Но я вам хочу сказать, что это очень вредный продукт для наших детей, гораздо вреднее, чем конфеты на самом деле, потому что они несут большую угрозу ребенку, в нем очень много сахара, 25%, а сама кукуруза трудноусваиваемый продукт для детей и она ведет к образованию лишнего веса. Палочки содержат много вредного для организма ребенка это ароматизаторы и эмульзаторы. Пожалуйста, обратите внимание на упаковку, тщательно прочтите состав и ни в коем случае не давайте ребенку палочки, состав, который входит в сахарозаменители и ароматизаторы. Почему я делаю акцент на сахарозаменителях? Сейчас расскажу. Если в упаковке кукурузных палочек присутствует игрушка, вы знаете, это вообще очень-очень серьезно, потому что та игрушка, которая должна быть вместе с продуктом питания, она должна соответствовать всякому производству кисноводья, пластмасса, я вам не могу передать, сколько это сертификатор разрешений и какое-то производство. Ни одной сертификации в тех игрушках, в тех палочках, которых я видела, нет и быть не может, потому что эти бы палочки не стоили, как у нас стоят, между нами говоря, недорого. Ну и один из заблуждений, которые у нас очень серьезно есть, быстро накорыст своих детей, кукурузными хлопьями, быстрыми завтраками, самое свежее исследование, которое мы провели в Украине, я принимала участие непосредственно, мне все это очень интересует, мы приносим продукт, и наш институт питания, это недорого стоит, буквально за 100 гривен, может сделать вам анализ любого продукта, состава, что там есть, а потом еще поговорить с умными людьми, что это дает, да, и так сухие завтраки позициируются у нас как с балансированным питанием, на котором написано, что есть витамины и так далее, а на самом деле в этом завтраке 55% сахара, и всего лишь, ну, что там остается, 2% соли, это вообще двойная норма соли в сутки, так что допустимо ребенку, ну вот последнее тестирование показали, что все эти завтраки, очень много ароматизаторов и заменителей даже сахара, на 50% состоят из сахара, плюс разветлители, плюс соль, высокое содержание веществ, которые вызывают привыкаемость, не буду перечислять их названия, замученные, мы все равно их не запомним, это все пищевая промышленность, которая развивается и, скажем так, нам за ними не угнаться, потому что это тоже бизнес. Я вам хочу сказать, что такой завтрак, кроме эмульзаторов и ароматизаторов идентичных, натуральных, ничего хорошего не несет, большое количество калорий, высокий гликемический индекс, тот, что уже на, скажем так, таком раннем периоде развития ребенка вызывают всплески инсулина, те, которые приводят детей к привыканию к сладкому. Одна из самых вредных добавок, которые я хочу, чтобы вы тоже запомнили, Е-951, ну, скажем так, смертельно опасна ее передозировка, мы ведь не можем увидеть, что у нас там допустимая норма, но я вам хочу сказать, если потреблять то количество, сколько у нас мы можем потреблять, и многие позволяют и своим детям, и себе, майонезы, кетчупы и так далее, мои дорогие, у нас проблема болезни и низкого иммунитета, она вся на поверхности, почему это есть, пожалуйста, что вы видите, вот вам, пожалуйста, результат, я вам хочу сказать, что мы сами с вами видим то, что нам предлагают, я убедительно, настоятельно прошу разобраться, поверить тем людям, которые все-таки хотят рядом с вами, чтобы мы с вами дольше жили и не болели, есть авторитетные люди, есть авторитетные источники, для того, чтобы это знать и понимать, нужно идти, это узнавать, нужны исследования, нужны знания, я вам хочу сказать, мы буквально вчера понесли клубнику, и нам дали анализ, всего лишь за 50 гривен, нам дали полный развернутый анализ клубники, ту, которую мы принесли, клубника, выращенная на алкопродукты в обычных условиях в Киево мы были прожжены витаминному, минеральному насыщению, то, которое есть сейчас на той правильной почве, которую мы выращиваем. Я вам хочу сказать, что наша природа в любви о нас беспокоится, и я сейчас хочу сказать, что не все так плохо, а хорошо тогда, когда мы знаем, лидером правильного питания, правильного баланса насыщения организма, и даже лечения на сегодняшний момент являются, конечно же, смузи. Мои дорогие, я очень рада, что очень многие любят, делают, и если сюда добавить еще ложечку протеинового какого-то коктейля, да, то мы получим очень правильное полиуменное питание. Вот я хочу показать другой формат, не то, чтобы у пакетов, в упаковках запечатанное и долгого-долгого хранения, а то, что мы с вами можем приготовить сегодня сами, еще сбалансировать тем, что называются современные биологические корректоры. Есть продвинутое питание у продвинутых людей, и я вам хочу сказать, что те знания, те источники на Украине, которые есть, они очень полезны, и вот те продукты, которые я хочу вам сегодня показать, даже вы почитаете на сайте, потому что я очень хотела много дать информации, и не все рецепты, а рецепты, взятые из умных книг, которые я вам сегодня представляла, которые уже являются лидерами сбалансированного питания, которое дают диетологи большие деньги, а мы с вами будем это делать сами. Потрясающие смузи, которые можно делать из фруктов, конечно же, помогают восстановить силу, дают энергию, и оказывается, еда может так утомлять, так и приносить энергию. Буквально 12 наименований рецептов фруктовых я выложила сегодня на сайте. Дальше, сочетание фруктов и овощей, такие смешанные смузи, это еще более сытные, и на мой взгляд, более безопасные, потому что с фруктами нужно тоже очень аккуратно, особенно тем людям, которые хотят снижать вес. А вот с овощами смузи, я прям не знаю, в какой взгляд они могут принести, только пользу, если они имеют все чистые показатели с чистой земли. Есть очень многие у нас такие сочетания овощей, фруктов, которыми можно, ну, практически, я не знаю, я не хочу сегодня делать акцент, лечить, а то, что нам нужно, как говорил о МОЦ, овощей, что важная пропаганда, важная пропаганда и продвижение именно профилактики о нелечении организма, то, что мы с вами едим каждый день, а не тогда, когда у нас возникнет проблема. И я тоже сегодня представила о каждом самом лидирующем нашем украинских продуктов, те продукты, которые нужно применять каждый день, те, которые нас наполняют структурированной водой, потому что лук, допустим, стоит на 90% из воды, а нам с вами структурированная вода является самой главной. Ну и, конечно же, в елени самые высокие вибрации в активности для организма, для клеток, то есть это энергия на клеточном уровне. Нас с вами, мои дорогие, ну, просто я не знаю, в Украине, не надо слишком задумчивых каких-то серьезных моментов, у нас это все вели вели. Ну и, конечно же, очень вкусные смузи, рецепты, я тоже представила где-то 12 рецептов, которые готовые, и их можно каждый день для завтраков, но желательно не ужины. Ну и вот как раз я хочу сказать о смузи хрустовых, в которые можно добавлять молочко, конечно же, и на эту еду присадить наших деток, которым делать такие завтраки. Вот такие завтраки мы сегодня должны с вами продвигать и приучить. Если бы меня мама приучила к такому завтраку, я бы не пользовалась таким. Но тогда не было миксеров, шейкеров, да, было другое время, меня приучили к омлету, к яичнику, тоже к правильному пытанию, это очень хорошо, но мы же с вами спешим, у нас нет времени, мы опаздываем. Вот эта еда, современная, быстрая еда и полезная еда. Ну, конечно же, я не могу не сказать, потому что очень часто задаваемый вопрос. Да, да, мои дорогие, в принципе, в уверенных количествах натуральный полезный продукт, я вам хочу сказать, даже вот очень много косметики, мази, кремы по проникаемости делали исследование сала, самая близкая к структурам регулярно для проникаемости на клеточном уровне. Ну, а теперь о майонезах, сельчупах. Я хочу сказать, что, пожалуйста, возвращаемся к тому, что давайте будем делать с вами заправки. И, пожалуйста, очень аккуратно с растительными масами, потому что они очень калорийные. Но для салатов, и это лучший вариант, если мы будем добавлять лимон, если мы будем добавлять длинное масло, то есть все заправлять нужно сегодня делать самим. Снова возвращаемся в мои времена, советские времена, когда не было майонеза, и мы все заправляли сметаной или сами делали заправку. Не было такого количества майонезов, соусов, те, которые сейчас долгого хранителя, хранения со всеми, скажем так, плохими веществами, которые нам не подходят. Давайте начнем снова продвигать хорошие привычки, хорошую культуру, готовить дома, сами, свежее, полезное. Да, в Украине лидерами пектина, и, скажем так, ну не нужно гоняться за ананасами, а наши яблоки Украины, ну любые Украины, может быть, я и патриот, никто мне еще не предложил работать в Европе, может быть, пела по-другому, я точно зная, что хорошая страна, и мы с вами как относимся к стране, так и она нам отдает соответственно, скажем так, ту энергию, которую мы в нее вкладываем. Наш Украин яблоки, вообще мой любимый продукт это яблоки, это потрясающее средство от кучи на время, которые могут и человек возьмить. Я вам хочу сказать, что если топнуться по яблоку, яблочному соку, по тому, сколько можно и как кушать яблоку, я вам хочу сказать, ананас отдыхает. Ананас отдыхает, особенно зеленые яблоки, программа даже снижения веса, два яблока являются самостоятельной рекомендацией, не два килограмма, а два яблока. Это очень хорошие продукты, продукты молодости, продукты сохранения красоты, и я призываю к нашим продуктам. Ну, и в нашей Украине есть потрясающий продукт, да, помните, мои дорогие, это лидер антиоксидантов в Украине и, конечно же, нераспоримой клетчатки, то, что называется отрубь, и не просто так, в очень продвинутых программах, вместе с белком, вот, из компании Реклейм в коктейли вставлена именно клетчатка и шиповника нераспоримая, та, которая помогает выработке и ферментов для усвоения пищеварения, и, безусловно, для того, чтобы правильно в организме выходили продукты распада, а им нужно выходить, то есть метла, а, скажем так, даже пылесос, который помогает все, что если вдруг не растворилось, не сделало в организме таких застоев, запоров, а все прекрасно выводилось. Потрясающий продукт, особенно мне нравится средство питьевого режима, но увлекаться сильно нельзя, не более двух недель подряд применяется напиток и шиповника, делается перерыв, потому что напрягать ручки тоже лишний раз нельзя. И я сейчас хочу подчеркнуть то, что вот все рассказы рассказы, ну а как же это хранить, да, как же это готовить, тоже это отдельная тема, методы приготовления правильной еды, для правильного принятия, да, но мы снова вернемся к тому, что нам далось в нашей Украине, в наше знание, я вам хочу сказать, бабушка всегда у меня сушила на червозе сушку, я лазила на горище и там очень-очень-очень любила вкусную сушку. Я вам хочу сказать, что лидер по сохранению витаминов на сегодняшний современный период жизни является метод активированной сушки. То есть все, что сушится, затем добавляется вода, если нам нужно, и я вам хочу сказать, сушеное яблоко залить холодной водой, на ночь, то утром вы увидите полноценные свежие вкуснейшие яблоки. И производитель правильного хранения натуральной еды, и еще раз подчеркну, компания Reflame шведы берут самый современный метод приготовления своей еды. Вся продукция компании Reflame приготовлена методом активированной сушки. То есть на 98,8 сохраняют это минимум при этом да, экологичность, да, сертификация, да, исследование института, чтобы все было чисто, экологично, а самое главное балансированное, потому что одной из серьезных проблем у нас является сколько свежей, да, нам очень нравится красивая, яркенькая, но я хочу сейчас сказать, стоп, на первом месте по вредности на наше человечество, а особенно детей, являются сладкие газированные напитки. И опять же, подчеркну, во многих странах, и даже Россия, уже вывела приказ о запрете продавать сладкие газированные напитки в дошкольных учреждениях. То есть насколько это вредно, вызывает плохую привыкаемость, хочется, да, еще больше пить этого напитка, и мы делали эксперименты, что вот ребенок, взрослый человек может просто за один раз выпить полтора-два литра, хочется пить, если я сейчас посажу кого-то из взрослых и попрошу выпить полтора-два литра воды за раз, у человека, ну что, сразу эффект рвоты, даже как можно выпить, то колы человек выпивает легко, и даже вот дети, ну на нашей практике за один прием могут выпить литр легко с латкой этой воды, это плохо, это очень плохо, поэтому я очень хочу, чтобы мы с вами настоятельно от вреда яда откатались. И сейчас я как бы всегда начинаю с воды, а сейчас хочу сказать, ну самое главное, мое дорогие, в нашем с вами состоянии здоровья это вода. Это питьевой режим, и мы проделали эксперимент совершенно свеженький, технически, за три дня, через каждые 20 минут, после спу, я просила все спить воду у нас показатели запуска обмена веществ и набора количества воды, потому что все проходили тестирование жир, вода, мышцы, и так далее, по очень продвинутой программе, очень, скажем так, свежей, новой, я заказала врусимание, это такие анализаторы, и программа очень такая продвинутая, свеженькая, она разработана профессионально, вот мы за три дня абсолютно все напили воды себе до 5-7%, практически все похудели до 5-6 килограмм, ну, меньше всего 4 килограмма, только благодаря питьевому режиму правильному, оказывается, все реально, все можно, и что мы соблюдали, никто, ни в коем случае не запивал везу водой, мы пили только отдельной трапезой, через час это всем понравилось, через час как поели, опять идем, в ресторан, и все нас ждут, и мы пьем чай, кофе, капучино, еще одна трапеза, я вам хочу сказать, это очень просто, оказывается, все любят не столько поесть, а как этот процесс, я вас настоятельно прошу, за 1,5-2 часа до еды, любая жидкость, или через час, и через каждые 20 минут, по 2-4 глотка, мы начинаем пить воду, и все, мои дорогие, в нашей жизни начинает меняться с лучшим, я хочу тоже дать такую рекомендацию, которая сейчас является правильной, и, к сожалению, очень многие мамочки не понимают, не дают деткам воду, это очень плохо, прежде всего, на уровне стресса, что дети дидерактивны, они нервничают, они нервничают, если на 5 минут мама запоздала с едой, ребенок плачет, плачет, потому что для него это стресс, водички нужно дать, конечно же, больше давать правильной воды, и я вам хочу сказать, вся вода, вот эта малярка, бутернизированная, нехорошая вода, хотя это все чисто, минерализованная, вода должна быть бутернизированная, живая, поэтому нужно правильно давать воду, и правильный питьевой режим, это залог, здоровье, и, конечно же, иммунитета наших с вами детей. Я о воде всегда очень много рассказываю и подготовила новый тренинг, который связан с ВАЖ, но самое главное, вы знаете, как исследования, доказательства, все это очень хорошо, я вот сама вот недавно проходила очень серьезные обследования, гормоны и так далее, но это только обследование, а вот лечение, скажем так, и что нужно, и как делать, это гораздо важнее, но только что вы узнаете, что у вас воды мало, да, нужно узнать, что нужно сделать, чтобы ее правильно пить, и это делать, вот это гораздо важнее, поэтому знание, это очень хорошо, но гораздо важнее делать, и наполняемость водой, она происходит, вот я вам уже сказала, буквально за три дня мы показали потрясающие результаты, а что значит правильная наполняемость водой, это значит, что все, что мы с вами едим, будет правильно в прямом смысле перевариваться, правильно доноситься к каждой клетке, но и одно из самых главных, правильно вымываться мысли, мы с вами повторяемся из-за того, что организм нет сил вывести продукты распада, они по-любому возникают, маленький кусочек еды получает продукт распада, который должен от организма вывести, если вы не выпили количество нужной воды, то он там останется, за счет чего он будет продвигаться, за счет чего мы с вами моем посуду чашки-ложки водой, вот в организме наши трубы, наши каналы, наши суставы, наши связки, все должно омываться, поэтому одним из первых и главных моментов является пустевой режим, и я не просто так призываю молодежь, вот модно сейчас ходить в бутылочках, потому что кого-то мы привлечем бутылочкой, а привлечем к правильному стилю жизни, где брать структурированную воду, делать самим, лучше что делается вода шунгитом, вода, которая хорошо проникает, это подкисленная вода, это вода подсоленная по вашему вкусу. Далее, я сегодня настоятельно веду пропаганду, потому что каждый человек, сейчас здоровая, классная культура, я еще раз подчеркну, что буду давать ссылки на правильные каналы, правильную информацию, вот буквально сегодня один из один на людей, ну, опять же, скажу, канал, потому что супруг там работает, всегда дают правильные рецепты, правильные рекомендации, покрытающие завтрак, и призывают к тому, что человек должен готовить сам себе завтрак, не растворить, не растворить какие-то непонятные мюсли быстрого приготовления, а приготовить сам, вот сегодня был потрясающий омлет с очень полезными продуктами, вот, и здоровая культура, здоровые привычки начинаются у нас с вами, конечно же, с семьи, и сегодняшняя моя рекомендация заключается в том, что можно готовить дома и приглашать людей домой на ужин, на обед, то, чтобы вы приготовили полезного и вкусного. И вот я объявляю такой у нас небольшой конкурс на полезный правильный обед. Что вы приготовите, кого вы пригласите? Это те продукты, которые у нас имеют в Украине, это те продукты, которые есть сезонно сегодня и сейчас, это метод приготовления только полезный, никакой жарки, это максимальное количество продуктов с высокими вибрациями, это гелень, это все, что я вам показывала, укроп, игрушка, чеснок и так далее, применяются, потому что это самая высокая активность биологическая, которая помогает организму включить все процессы в организме, все биологичные, которые мы должны поддерживать и запускать обмен процессов. Вот такая еда у нас должна быть, поэтому будем готовить и приглашать на обеды. Ну, и, безусловно, позитивное отношение, как я уже говорила, моя подруга говорит, лицом пространства, из любой ситуации, негативной, которая есть, мы просто обязаны для того, чтобы долго жить, рисовать и находить вузы. Вот так устроена жизнь. Когда мы желаем всем счастья, то счастье обязательно к нам будет. Поэтому я очень хотела быть вам полезной, конечно же, и очень хочу, чтобы все, что я говорила, вы сразу делали, ну, другого принципа не может быть. И, конечно же, мы пьем с вами воду, будем стоять в планке, и небольшой анонс моей следующей встречи. Я все-таки думаю, что назрела тема, которую я называю свой-чужой. А если говорить о питании, это то, что дорого и дешево, почему она сколько стоит, как вот мне говорят, это не мои люди, это чужие, мне не подходят эти люди, никому это не надо. Вот то же самое происходит абсолютно во всем и с едой так точно. Почему это для кого-то дорого или дешево, мы с вами разберем в следующем тренинге, который я так назвала свой-чужой, и это относится и к людям, и к питанию, и к цене, которая соответствует данному продукту, о котором я буду рассказывать. Всех благодарю за встречу, если у вас есть ко мне вопросы, я всегда открыта и готова на них ответить во всех сетях, вот, особенно идите в территорию здорового образа жизни и берите все рецепты. Я с вами прощаюсь, и так встаем, пожалуйста, в кланочку, в кланочку встаем и 30 секунд минимально, кто стоит минуту, кому вообще